По информации агентства, на неделе с 7 по 13 июля динамика роста цен на продукты питания составила 0,3%. Согласно документу, на такой показатель в основном повлиял опережающий рост цен на плодоовощную продукцию. Лук подорожал на 2,1%, капуста на 1,6%, морковь на 1,3%. Октюбинцы также заметили смену ценников на ряд продовольственных товаров, как в сторону увеличения, так и понижения. Хотя многие признают, что к незначительному росту цен уже привыкли и считают ситуацию вполне стабильной. Я даже не присматривался к ценам. Так берете на ценники, не смотрите? Нет. А в итоге на кассе, видите разницу? Я много не беру. Конкретно сейчас вот что покупали? Продукты, питание. Ну что, овощи, мясо? Нет. Пельмени, там мелочи всякие. А овощи дорогие сейчас нет? Да, нет. Нормально, приемлемая цена. Овощи подешевели. А мясо? А мясо у нас в своем из поселка. Крупы? Масло подсолнечное. Крупы не знаю. Масло подсолнечное подешевело. Наличие есть? Есть. Есть, да. Все хорошо. В принципе, вы ценами довольны? Довольны. Ну, масло растительное очень сильно подорожало. Овощи сильно подорожали. Макароны изделия тоже поднялись все сильно. Сильно бьет по карману? Конечно. А причина подорожания, на ваш взгляд, в чем? Это, конечно, очень интересный вопрос. Даже не знаю, с чем связать. Ну, если, например, делают платные дороги, то это, конечно, логично то, что начинают на себестоимость накладываться. Как бы цена. Ну, я думаю, может быть, ну, разные моменты, и вот это вот все факторы складываются. С начала года в Казахстане, как сообщает информагентство, больше других подорожали морковь, картофель, подсолнечное масло, репчатый лук, гречка и сахар. Максимальная цена на морковь зафиксирована в Жесказгане – 411 тенге за килограмм. На картофель в Нурсултане – 231 тенге за кило. В целом, рост цен, по данным АЗРК, на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 10%, а за аналогичный период 2020 года – 6%. Ирина Гульц, Алексей Уразов, программа «Факт».